всех приветствую мои родные любимые сердце вам дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео я хотел сегодня поговорить как вы заметили по названию и значку к видео о покрытии головы женщины просто по жизни во время молитвы каких-то религиозных обрядов и прочее 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 вещи христиане все прекрасно знают место из послания апостола павла что женщина должна покрываться головой бесчестье от себя ему уже если есть муж да мы знаем прекрасно во многих других религиях частности в мусульманстве исламе тоже там должна быть женщина замотана как мешочек да вопрос не имел бы кто знает меня особого смысла и в принципе по поводу апостола павла то место где он об этом говорит у меня на канале на которой все время даю отсылку кто интересуется писанием писаниями писанием в частности библии кораном йогой там чем угодно я все это записываю по книгам на другом все свои размышления в комментарии целиком прочтение книг на канале христолюб библия и иные писания там вы по плейлистам все разбиты найдете и ролик который говорит о покрытии головы и я как-то конечно же несколько бывало и в ответах на вопросы отвечал есть у меня и в нарезках там кое-что решил еще записать как всегда видео блогер они очень часто связаны естественно той на 99 процентов с его жизнью непосредственно общением какими-то переживаниями эмоциями с контактами с кем-то по поводу покрытия головы недавно мы там с леной по скайпу беседовали это беседа в открытом доступе есть на канале христолюб беседы сестра у меня тут недавно появилась тоже еще одна тоже как с ней но это уже в личном общении мы затрагивали я хотел на фоне этих опять событий все-таки сказать кое-что я говорю вопрос бы этот внешне религиозного обряда казалось бы мне имел бы для меня такое высокое значение если бы не одно но наши дела это показатель нашего внутреннего состояния и вы знаете конечно же человек настолько многогранен и нельзя всех и всегда под одну гребенку засовывать потому что несмотря на то что вот люди с этим покрыванием насуются еще с подобными религиозными бреднями но при этом некоторые достигают чего-то да и знание слова какого-либо там бумажного и познание истины деятельной да но все-таки когда я слышу отказалась бы духовного человека ну в частности не будет разговор о женщинах да хотя это касается любой религиозности мужчин ну давайте мужчин возьмем бороды давайте чтобы всех ну бородой все-таки часть тела но там тоже вы знаете живопов стал пал тоже был связаны из женщины и женскими волосами кстати наоборот что мужчине якобы нельзя растить волосы позор и бесчесть для нее женщине надо растить волосы мужчина должен быть бородой женщина должна что оборотка подбревать но я шучу но в каждой шутке из доля шутки остальное все правда по поводу внешнего как есть везде претензии и к одежде к мужчинам тоже к женщинам поэтому в принципе конечно это мой ответ вообще на все на подобные мысли на подобные мировоззрения соблюдение вот таких вот вещей но за основание все-таки я говорю возьмем покрытие женщин головы да ну как я уже сказал можно применить абсолютно к любому к любой подобные вещи надеюсь вы сами понимаете что является подобным этого по поводу покрытия головы какие я слышал знаете когда я говорил вот кто слышал играет в беседах в личном я грыл слушай вот ты сама же вот для чего это делаешь есть несколько причин я могу забыть конечно каких-то я там не супер их собирал хотя сам люблю такие знаете объемные ролики которые раскрывают проблему и дает решение со всех сторон но как-то я вот именно столько для меня с одной стороны эта тема не стоит даже внимания с одной стороны духовных людей а с другой стороны игры скопнуть поглубже она имеет очень место быть и вот ну я так хотя бы на скидку просто хотя и дойду до главной мысли которая все-таки неважно какие еще есть там причины якобы до покрытия женщиной головой но я сейчас дойду до очень важной причины потому что какие бы ни были изначально подвожу я всегда к этому и от этих людей якобы даже девушек сестер там моих кто-то даже так я их называю до близких не людей когда доходит до важного ладно начинаем с мелочи врача почему она вот говорит да и кто-то мне там быть но мне даже просто нравится ну хорошо нравится еще что и доходим и я по крайней мере я вот от опыта скажу что по крайней мере я кого встречал в концовке сводилось все к тому что уж по крайней мере как бы я себя не вела и где бы я там на в обществе могла деть могла не одеть этот платочек на камеру от общаясь с кем-то на главное дома без платочка ходит но как она включает камеру она сразу одевает где угодно она без платочка но как она там с кем-то во христе или в религиозной среде сразу в платочке на улице находит без платочка в шапке в тулупе в чем угодно без ничего как в храм заходит сразу платочек и уберем даже не культовых казалось бы людей которые уже может быть там от каких-нибудь там не знаю пусть там на 50 процентов отвалилась сильно 70 процентов от культа до на 90 процентов но при этом я говорю может среди общины какой-либо вот такой вот может быть не религиозный казалось бы может быть не принадлежащий никакому конкретным культу и секте но руководствуется все этим же правилом что девушка должна женщина носить платок на голове или там что-то покрывать свою голову непонятно правда чем да павел не говорил про платочки что там за покрытие что там за покрывало может это вот одеяло вот такой вот стопудовое и вы знаете я говорю по поводу если я признаю ношение платочков я сразу скажу только в одном случае если тебе тупо нравится просто нравится как один из вариантов одежды когда тебе холодно осенью или зимой мы все стараемся укутаться кто шапки кто капюшон и кто платочки кто бейсболки кто кепки кому что подходит кому что нравится в соответствии с удобством с работой может быть это связано с отдыхом наоборот со спортом кто там занимать каким-то активным активными любыми действиями или пассивными действиями ты где-то стоишь сидишь опять же это может быть работа отдых личная жизнь что угодно да короче если тебе это удобно и тебе это нравится играет может вообще для жизни я покрыл голову чем-то не потому что такой набожный а потому что мне тупо холодно я шапку на голову по уши натянул что женщина что мужчина да это никакая не святость это вообще к религии никакого и к и к духовности не имеет отношения или мне нравится ну или плюс одно другое самое идеальное в жизни правильно линия то полезное с приятным совмещать да вот это и полезное приятно и красиво то есть кому-то это да доставляет может быть тебе самому нравится как ты выглядишь это единственное условие при которых при которых я признаю покрытие женщинам головой ращение мужчиной бороды нравится тебе пожалуйста нравится тебе щетина пожалуйста сантиметр пожалуйста да попка пожалуйста то пяток да ради бога нравится тебе да пожалуйста просто нравится и может быть но я не знаю какая польза у мужчины от бороды и у женщин на длинных волос и рука . он голову или шапка на головной убор он еще голову защищает от холода сквозняка и прочих вещей да может быть от воды кто-то там шапочку надевает когда купается может быть какие-то проблемы там или еще что-то уши закрывает в который затечь может водичка у человека может там какие-то проблемы с ушами да или могут возникнуть при попадании там воды особенно может какой-то нечистый ради бога полезность приятно я говорю так можно разобрать игру от волос от бороды вообще не понимаю какая может быть пользует вообще чисто эстетическое все нравится мне не нравится вот я рачу я не могу не люблю бриться бритвы и такое лезвием да 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 гола как это говорят и не люблю длинную бороду я бреюсь бритвы обычный такой электрической с насадкой и там месяц не брею все потом опять мне это нравится мне по кайфу и мне нравится как это выглядит я не заросшие и не и не при ты да то что тоже раздражение ты снимаешь часть кожи и все а вот когда ты так триммером на сухую никаких проблем не с кожей вот и все и они просто растут и мне в плане это нравится вот из этих зол 2 до либо вот такая борода либо нет никакой все подбрил вот я так хожу все другой хоть с такой там моет ее каждый день или там у нее уже вши завелись я не знаю ради бога кто-то научится бреется да тоже пожалуйста дело твое настоящего мужчину побритая на налосо лицо так скажем не сделает женственнее если это настоящий мужчина с ярко выраженным допустим мужскими чертами лица формы лица и так далее да это насчет того что я признаю дальше что касается если это делаешь потому что это написано где-то кем-то не рассуждаю вообще знаете чем святые люди дети божьи отличаются от грешников и религиозников это тем что эти люди задаются вопросами и они не будут жить спокойно пока не найдут ответа на свой вопрос и найдя ответ не реализует его в своей жизни вот это настоящее отличие людей стремящихся к совершенству людей святых людей каких детей божьих детей света детей добра детей вечности наследников вечности вот эти люди действительно будут искать ответы религиозники они ничего не ищут ему в ухо вложили ибо написано и он живет так он живет это потому что кто токон дом он уже так не живет до религиозники живут многоликими жизнями у них одна две три ни одна у них не бывает них от двух и выше это я так оговорился простите у религиозников от двух и выше 2 плюс жизни две три четыре пять шесть семь восемь десять зависит от какого образ жизни он где-то работает помимо нахождения дома он на работе другой он где-то спортом занимается он там третий с друзьями четвертым с религиозными друзьями он пятый с соседями он шестой в обществе в каком-то просто пусть он там где-то частенько появляется он восьмой разовые люди он девятый это многоликие люди у них тысячи масок и тысячи личин они всегда разные плохом смысле слова и вот когда конечно же люди которые бы написано честно мне им сказать особо нечего конечно же если вы бумажки назвали святыни в бумажках никто кто-то что-то написал в этот бред на себя приняли так живете вы недалекий человек вы от истины будете также далеки как земля от неба потому что бумажки сильно искажены повреждены в которых откровенно порой зачастую зло названо добром а черное белым этому подвержены все бумажки на земле библия кораны веды торы иудейские ведические знания какие угодно все они подвержены искажением и лжи истина она только вашем сердце и критерии и познания один искренняя алчба и жажда этой правды и вот я когда общался сейчас я хочу поговорить конечно этих людях я уже сказал давайте их сторонку отодвинем по сути это мертвые люди которые пока не до тех пор пока они не захотят ожить им бесполезно что-то говорить им бесполезно призывать их пойти за истины они просто не хотят она им даром не нужно уж не говоря еще за это что-то заплатить так скажем да что-то отдать за это ну я имею ввиду что-то от себя там оторвать до время свое потрудиться поискать переломить до какого-то своего нехорошего я который давлел над тобой я говорю о людях которые вот как раз относится к другой категории противоположной этой это люди хотящие желающие стать святыми эти люди алчут и жаждут правды эти люди хотят быть светом хотят быть во свете хотят быть с богом чтобы бог был в них и вот с подобными сестрами сейчас не будем даже а ребята говори хотя их это тоже касается на моем пути и такие тоже встречались и когда заходила речь да возьмем то же самое молитва это уже живое общение с живым богом я слышал такой но вот при молитве все равно всегда надеваю платочек покрываю головой покрывая голову покрывала там неважно и вы знаете в тот момент у меня сразу об этой сестре я смотрю на нее у меня как-то все внутри падает хотя горю она могла чего-то достичь в любви и в радости в мире в крови смирение терпение в разных добродетелях я допустим уже знаю жизнь или знакомлю с ее жизнью вижу что да есть такие такие-то ступеньки пройденные завоеванные да на которых может быть даже она крепко стоит но слыша такой я начинаю задумываться они причем она может рассуждать о живом даже боги не находиться ни в какой якобы культ и не в каком якобы культе ни в какой якобы секте я говорю слушай а вот как ты думаешь вот бог он дядечка на облаке казалось бы ты уже так выросла а вот вы поймите когда вот женщина берет и вот это вот покрывается на голову надевает этим поступком она уже все говорит по крайней мере таким как я у нее до сих пор бог это дядечка на облачке это уровень познания бога десятилетнего ребенка неужели ты не понимаешь что бог он всячески везде абсолютно везде внутри снаружи в каждой молекулы и атоме того мира который он сам создал которым он просто является частью бог просто раскрылся он все во всем когда они прикрываются добродетелю якобы начинают меня как аргумент но это стыдливость я у тип такая целомудренно якобы платочек делать и целомудренно я груш слушай а ты когда ванну ходишь ты целомудренно перед богом или нет а в туалет ты хочешь как говорят срам обнажаешь я буду прямыми вещами говорить это наша жизнь вы знаете именно по поводу туалета меня очень сильно волновал вопрос когда я проходил свой этот великолепнейший интереснейший путь своей жизни познания бога и истины о котором я постоянно конечно рассказываю какие-то вещи могу подзабывать уже что-то припоминаю даже то чего еще не рассказывал я помню мне очень серьезно стал в один момент потому что я с богом пребывал всегда и рассказывал что я ощутил его первый раз не просто как он не являлся там был еще но я рассказывал тот момент когда я стоял в некой у нас был дом там была моя женщина так скажем я стоял на кухне он там сидел на диване была студия такая квартирку ну дом не квартира и она я там ремонт делала на был в виде студии я стою и тогда и при впервые почувствовал опять ярко так ощущил богом в тот день я рассказывал что я почувствовал себя стыдно перед ним сигареты да хотя не курил в доме не курил на кухню помняли хотел или что-то такое покурить пойти я тогда его явно между нами ощутил плюс я говорил с ней о том чтобы отказаться от употребления мяса прекратить спонсировать эти убийства я уже тогда бог не открылся в этом я предложил что я давай бросаю курить хотя я уже понимал что я и так брошу игроты но она не хотела как бы отказаться от мяса я врат и отказываешься вместе со мной тоже от мяса давай но ее хватило на дня как я рассказывал не растам на 3 неважно вот она стала дальше потреблять а я в тот день бросил все да все дурные привычки как я говорил я алкоголиком никогда не был более того я вообще не дурнее от алкоголя и он на меня никак отрицательно не воздействует поэтому не я хоть и и и в завязке был может сказать восемь лет но это по собственному желанию к почему я и проповедую что тоже алкоголь не зло вопрос кто его употребляет и как если тебя башню сносит тебе нюхать нельзя такому как я можно бочками пить ну не считая вреда здоровья понятно поэтому я и не пью бочками держу теперь всегда себя в руках с того дня моего покаяния тоже держу мне не приходится держать я просто ум обрел и все да если раньше тоже мог там докуматоза где-нибудь с ребятами в кабаке на пицце просто безделье то теперь я думаю зачем и у меня тоже болела голова рыгал по всей квартире и по всем унитазом то меня понял зачем мне это я могу позволить себе немножко выпить быть счастливым еще больше и быть здоровым да вот и в тот день бог когда встал тогда между нами как я раз тех пор он никогда больше от меня не отходил я чувствую присутствие постоянно с того дня это не тот даже день вот когда кто знает он не явился в некой там аудитории на курсах массажа это было несколько позже из того дня я абсолютно всегда чувствую присутствие физическое тогда вот я чувствовал да это был невидимка вот между нами и с этих пор я всегда я понял что бог это было еще внешне причем я потом или уже не помню это точно в тот ли день осознал конечно бог внутри человека но внешне я понял что он всегда везде потому что я его не видел но я четко ощущал его взгляд на себе можете можете представить что это был иисус да потому что это был чувство это было чувство что на меня смотрит человек хотя бог не объем ли мы всячески во всем и да при этом не осязаем казалось бы я чувствовал именно как будто третью личность третьего человека по поводу внутреннего я тоже конечно со временем наверное осознал может быть в тот день может быть позже не буду сейчас говорить точно вот именно не помню такого не не было меня яркого впечатления и однажды тоже так как я кто знает мою жизнь я все оставил ради христа и пошел за ним за истиной искать ее как я сказал в увлекательнейшие путешествия своей жизни оставив все конечно же да и тогда когда сюда пребывал в его слове я много конечно молился внешней молитвы рассказывал я кто знает я постоянно читал писание изучал все что связано с христианством прочими религии мироздания все да я был один я уходил в себя кроме бога никого не было перед моими глазами и пути познания истины тогда я понимал как и так а вот я в туалете а вот я в ванны я практиковал иисусу молитву если уж возьмем там христианство православное там католическое да у них есть такая традиция они как непрестанная молитва да вот и я понимал а как я как я на туалете тут иисусу молюсь а как я а я чувствую его всегда я понимаю и я тогда нашел на себе ответы ну кое-что конечно читал где-то но опять же так как для меня никогда не было авторитетов то я все пропускал через себя анализировал я конечно же в один прекрасный дел признался себе что бог везде он везде всегда со мною и более того я перед ним по плоти ничем не грешен что проповедуют очень часто многие религии во мне нет ничего отвратительного во мне нет ничего для него омерзительного иисус был обычным человеком по плоти и бы это бог явишься во плоти а почему он таким был да потому что мы его образ подобия пришествие бога на землю лишь подтвердил и нормально утверждает нормального человека и в частности меня в том что первые стихи первая глава книги бытия том что человек создан по образу и подобие бога оказались абсолютно истинными верными и с тех пор конечно моя жизнь в очередной раз так скажем еще поменялось да потихоньку и оставляла эти все внешние молитвы до колено преклонения какие-то особые позы там да и вот эти вот какие-то особые моления естественно я дошел до того кем являюсь сегодня да я понимаю что на сегодняшний день хотя это намного раньше он хочет такой опять историю своей жизни рассказать бог везде это был на самом деле давно да может так рассказал как будто это вчера было я конечно свой путь прошел хотя и специального рассказываю я не хочу конечно прям укорить я когда людям показываю на их недостатки грехи или не недостатки или еще не совершенство меня цель их обидеть у меня цель точно такая же как была цель у бога явишься во плоти иисус христа сделать нас богами сделать нас учителями я говорю слушай если ты до такого доросла якобы претендуешь и слава богу что ты к этому стремишься и претендуешь это является твоей целью стать святой сделается совершенный быть как бог быть самим богом богини как хотите да ну по поводу полов все тоже знают мое мировоззрение все это временные разделения то неужели ты не понимаешь что когда ты в душе бог тебя видит когда ты на туалете бог тебя видит а ты что не молишься тогда я молюсь всегда я всегда разговариваю с богом тем более я очень много времени провожу с ним потому что я большую часть своей жизни особенно после покаянной нахожусь один я всегда с ним и в ванне в туалете когда я переодеваюсь когда я купаюсь когда я загораю когда я хожу по дому я всегда с ним он всегда со мной я что не молюсь не общаюсь с ним да не плачусь ему не радуюсь с ним и он со мной все это происходит так вот вы когда покрываете рассказывать что вы якобы на какой-то внешней молитве покрываете голову неким платочками покрывалом то это лишь свидетельствует о том что вы не дошли до такого состояния и это печально потому что при всей вашей так скажем духовности может быть познание каких-то аспектов истины там любви даже да вы может быть сострадательного чем к людям к животным да это хорошо и слава богу но вас нет совершенства а к нему надо достичь я поэтому как раз вы может слышать мой голос и нет такого кора обычно я могу так сильно по ушку за ушка потрепать но действительно это не грех так скажем в принципе покрываете вы или нет если бы это была другая причина даже грехом бы не было здесь это ваша личная преграда преграда настолько сильная это изобличает вас ваши внутренние мысли ваше внутреннее состояние потому что если бы вы действительно признали что бог всячески во все вы перестали так делать по поводу стыдливости вот вы когда сидите вы думаете в одежде а бог вас не видит без одежды что вы хотите прикрыть вы когда вот так вот прикрываетесь а все вы из-за пазухи выкинули или он верю он для вас внешне мы когда одеваемся мы что прикрываем бог что не знает кто мы такие что вы прикрыли какую какую целомудрия в покрытии головы головы платочком какое вот что бесстыжая голова нет неужели вы думаете что бог и правда сидит на улочке смотрит на то покрыли ли вы в молитве голову покрывалом это очень низкий уровень очень слабенький как я сказал действительно в этой области а она не очень маловажная потому что от нее многие ножки как говорят растут да не туда до кривые если вы это делаете у вас много препятствий я на самом деле не буду клубочек раскатывать потому что общаясь с каждым индивидуально да там есть схожие вот именно косяки это и дальше я вижу я вижу в общении одно цепляет за другое вы многое что из-за религиозного культа в котором вы или пребывали или состоите или может быть наберут собираетесь вступить до хотя несмотря на всю вашу духовность и святость якобы да вы все это делаете я вижу как это цепляет я вижу как вы не можете до конца освободиться с этим культами конечно говоря это записывал ролик я думаю кое-ком о разных людях хотя все очень любит тоже сейчас на свой счет применять хотя иногда быть это люди как раз не думаю есть другие люди у меня очень много и в свое время сейчас я конечно под сократил такое личное общение потому что увидел его зачастую бестолковость люди не хотят ничего слышать и тем более не хотят делать то что они слышат я просто сказал перестаньте тратить мое время и сам себе я решил поставить некую преграду в траты своего собственного времени человек который ищет он всегда спросит и сделает так как я не спорю я не говорю что я гуру в том плане что вы должны зазомбированно исполнять мои как угодно их назовите советуем пусть даже так чтобы вам удобнее было еще раз вдумайтесь в эти мысли если вы покрываете и якобы там стыдливость или якобы в молитве вы это делаете перед камерой кого вы стыдите во первых признать тогда что вас бесстыжая голова это раз второе если вы это делаете в молитве вы думаете что бог на облачке сидит это два вы конечно можете мне в личку потом писать оправдывать что-то давать объяснение какие-то нет никаких объяснений это так и есть это и есть эти объяснения единственно здравое объяснение святого человека что не просто нравится можете ходить причем вы будете ходить не в доме когда вас плюс 30 даже зимой вы там на топильного быть в платочке сидеть это сразу вас выдаст это может быть только как я сказал полезное совмещение с приятным вот и все никто ничего на голову в принципе летом летом от жары может надеть зимой там от холода осенью от ветров то есть это это должно доставлять какую-то пользу человеку все остальное это низкий уровень познания истины это бог у вас дядюшка на небе и вы со стыдливой головой уровень очень слабый потому что я говорю я я просто не не развиваю подобные дальше темы потому что может быть о ком я так уже думал может быть они в чем-то изменились может быть еще в большей бред не вдались но это бред не это бред не человеческие бог всячески во всем богу без разницы в платочке мы в кепочке с бородой мы или без бороды мир прекрасен и прекрасен в своем разнообразии платочковая святость или покрывальный добродетели это вымыслы человеческие как и бородная борода бородная добродетель да это все чушь человеческая не борода не платочки никак не приближают человека к богу ни в каком варианте вы от этого любвеобильнее не становитесь мирнее нет радости нет смирение нет кротости не целомудреннее не целомудреннее в молитве к богу покрывать платочком не сделает вас никаким образом идя по улице даже распущенные волосы женщине говорит о том что она проститутка об этом говорят только злые сердца негодных мужчин и женщин которые ее поносят уж они сами такие бог создал нас прекрасными если человек не способен ценить человеческую красоту оценить ее и ценить ее человек тоже просто ничего не понял в истины обращать внимание этих людей не стоит никакого внимания плохи не вы а эти люди в этих людях скорее все это сидят они живут по закону я всем сюда привожу прежде всего в пример себя как делал это иисус я спокойно могу находиться с прекрасной женщины рядом и не насиловать ее с прекрасные замужней женщины и не насиловать ее и не соблазнять проблемы тех которые обвиняют так скажем распущенных волосы распущенные до женщин там в коротких юбках это проблема этих мужчин не женщин женщина как и мужчина прекрасны если вы хотите как он докатились мусульманстве да там одни глаза видны пожалуйста оденьте паранжу на весь мир на весь мир я имею ввиду наверх земной шар кругом одни соблазны на что соблазны в чем проблема ты мужчина ты женщина здесь себе жену правильно апостол по описал в чем проблем если ты имеешь жену с которой ты можешь заниматься там сексом или как их любовью пожалуйста как хотите в чем проблем кидаться на другую значу тебя что-то здесь не в порядке физически ты можешь удовлетворить я здесь что-то не в порядке в голове не волосы не одежда покрывающие какие-то части тела голову плечи ноги руки не делают человека святым святым человеком делает любовь тот кто любит не причиняет ближнему зла как ты будешь насиловать человек никак вот так вот хотелось меня покрытие головы сказать настолько все просто и люди которые игру меня конечно удивляет я когда такого слышу мне кажется и встречаясь человека я грю может каким-то папа показателем святость она вот в разных тут диаграмм очка когда вроде тут ничего тут ничего тут смотри когда живет мыслит хорошо и только опа по покрывал и сразу понимаешь там вух ниже плинтуса если духовный якобы человек святой человек говорит о таких вещах дело даже не лично моих глазах это это не мои глаза это не мое мнение не мое видение это человек невысокого уровня бог всячески во всячески во всем от него не скрыться ему не нужно ваше покрытие сколько уже мусолить я ответить жую жую я мне хочется на обратную связь услышать жалко что я один надеюсь меня услышит и я поверьте мне от собственного опыта говорю вам если вы встанете на этот путь путь того что бог всячески во всем что бог любит человека таким каким он создал что в человеке в самом себе нет ничего греховного нет ничего по плоти нехорошего что все эти религиозные обряды позы культы все это от сатаны вы обретете полноту счастья как я всегда говорю царство небесное вот здесь раскроется в полноте уже здесь сегодня на этой земле вот и все и в это же небесное царство которое вы здесь создадите вы в него и попадете по плоти есть так и там будут такие же как и вы я не хочу в небесное царство с женщинами мужчины вот с мужчинами с такими бородами которые уже за пятки цепляются и воняют с овшами блохастыми ходит или он за ней так ухаживает что пучи пучи девушки вот с такими волосами и не хочу в окружении быть женщин с одними глазами в стиле ниндзя мне царство небесное не интересны мне интересен вот даже земной мир я вижу его красоту могу наслаждаться и радоваться до чего господь и создал этот мир прекрасным и красивым я способен наблюдая эту красоту любить ее не обладая не господство не владея не насилуя над ней и и вот чего надо достичь вот в чем святость человека вот что должно должен был совершить первый или хотите два первых человека в раю любить не обладая а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok